Привет, криптоэнфизиасты и холдеры Dash. Сегодня мы поднимем завесу секретов и поговорим о трасслос-стейкинге Dash. Готовы окунуться в будущее финансов? Тогда давайте начнем. Вы уже наверняка видели видео о стейкинге от 0.5 Dash, который доступен прямо в официальном мобильном кошельке Dash. Это удобно, быстро и прибыльно. Однако, к сожалению, кастодиально, ведь ваши монеты хранятся у крауднот. Но есть и другое – трасслос-решение. Слово «трасслос» – это не просто модное словечко. Это слово, означающее, что вам не придется доверять кому-либо, кроме себя. И в случае со стейкингом, ваши средства будут под вашим личным контролем. Правда, минимальная сумма, которую можно застейкать таким образом – это 100 Dash. Данное ограничение связано с техническими моментами. Само решение полностью основано на нативном функционале блокчейна Dash, в частности на адресах с мультиподписью и pay-to-script-хэш-адресах. Адрес с мультиподписью – это как сейф, которому нужны несколько ключей для открытия. Pay-to-script-хэш – это, грубо говоря, тип адреса, который дает возможность задать условия использования и перевода монет. И это круто, не правда ли? Даже при полном отключении инфраструктуры крауднот или атаки, ваши монеты останутся в безопасности. Вообще, технически создать общую мастерноду можно и без крауднот, но вам необходимо будет самостоятельно решить вопросы, которые крауднот берет на себя. В процессе запуска трасслос-мастерноды пользователям придется пройти некоторые шаги, требующие доверия крауднот. Но после этого стейкинг становится полностью трасслос, и у крауднот нет никакого доступа к монетам. Первым делом нам понадобится рабочий десктопный кошелек Dash Core. Установить его можно с официального сайта. Для этого переходим на dash.org, нажимаем на кнопку «Скачать кошелек» и ищем тут Dash Core. Этот кошелек доступен для Windows, macOS и для Linux. Скачем и устанавливаем нужный. Перед тем, как стейкать свои реальные Dash, настоятельно рекомендуется потренироваться в тестовой сети. Чтобы запустить Dash Core в TestNet на Windows, перейдем в папку «Пользователи». Выберем вашего пользователя, зайдем в папку «AppData», потом «Roaming» и «Dash Core». Открываем файл Dash с расширением «conv» и вписываем туда одну строчку «TestNet» равно «1». После этого сохраняем измененный файл и запускаем Dash Core. На этом шаге стоит проверить, запустился ли он в тестовой сети. Для этого посмотрите, какого цвета иконка приложения в верхнем левом углу. Если оранжевая, то все хорошо и можно продолжать. Если же синяя, то необходимо повторить предыдущие действия. Если вы впервые запускаете Dash Core в тестовой сети, то вам необходимо подождать до полной синхронизации. Обычно это занимает в районе двух часов. После завершения синхронизации создаем новый кошелек, который рекомендуется зашифровать. В основной сети вам нужен будет один кошелек, и вы можете использовать уже имеющийся у вас. Но для тренировки в тестовой сети понадобится несколько кошельков для создания аккаунта в Крауднот, поэтому нажимаем «Файл» и создаем кошельки. Теперь перейдем на вкладку «Получить». Создадим адрес для пополнения кошелька, куда нужно будет перевести те средства, которые вы хотите застейкать. В тестовой сети пополнять будем через Кран. Для этого скопируем адрес и перейдем на Кран. Ставим адрес и введем промокод «Мастернот». И нажимаем «Получить монет». Монеты пришли на кошелек, и я для удобства сделал два кошелька и скинул на них 100 и 900 Dash в тестовой сети, или же T-Dash, чтобы показать вам процесс стейкинга. Если вы тренируетесь, то все действия дальше нужно делать параллельно для двух аккаунтов. В основной же сети вы можете спокойно делать это один раз. В кошельке теперь нужно включить CoinControl. Для этого нажимаем «Настройки», «Варианты», выбираем кошелек и активируем CoinControl. Ну а теперь переходим на сайт Краудноут. Ссылку на основной сайт вы видите на экране. А ссылка на сайт для тестовой сети находится в описании под роликом. Нажимаем «Логин», выбираем «Регистрация» и создаем аккаунт. Используйте полноценную почту, к которой вы будете иметь доступ всегда, а также сложный пароль. Сейчас нужно будет перейти на почту и верифицировать ее. На почте видим новое сообщение. Открываем и нажимаем «Подтвердить аккаунт». И после подтверждения рекомендуется перезайти в Краудноут. Далее, следуя руководству, заполняем все обязательные поля. Выбираем страну. Потом можно заполнить поля полностью. Либо, если вам важна анонимность, просто напишите свой никнейм в поле с именем. И заполняйте другие. После этого нажмите «Сохранить». Теперь вы можете указать свой номер телефона, который поможет в экстренном случае восстановить доступ. Либо просто пропускаем этот шаг. Сейчас вам будет необходимо указать адрес, который вы выделили в своем кошельке специально для Краудноут. Переключаемся в Dash Core, копируем адрес во вкладке «Получить» и возвращаемся. Вставляем адрес в поле и сохраняем. Теперь ждем, ибо Краудноут будет пару минут проверять адрес. Кроме этого, есть возможность добавить второй адрес с другого вашего кошелька, чтобы при потере доступа к одному из них вы не потеряли доступ к Краудноуту и у вас был запасной вариант. Ну и также можно задать адрес для доступа к API Краудноуту. С помощью него можно отправлять и получать запрос прямо через блокчейн. Но сейчас все это я заполнять не буду и просто перезагружу в страницу. Если вы видите у себя то же самое, что и на видео, то значит все заполнено и проверено. Если же нет, подождите немного и еще раз обновите страницу. Ну а я в свою очередь перейду на вкладку «Средства». Тут необходимо будет пополнить баланс аккаунта. Перед пополнением рекомендуется ознакомиться с мини-гайдом по пополнению. Ссылка на гайд на русском языке доступна в описании. После ознакомления ставим галочки. Теперь вы видите QR-код адреса, куда нужно перевести дэш для пополнения. Адрес в текстовом виде. И чуть ниже ваш адрес, которого нужно обязательно пополнять аккаунт, чтобы Краудноут мог определить, что это именно вы. Скопируем адрес, куда нужно перевести средства, и перейдем в дэшкор. На вкладке «Отправить» выбираем адрес, который указывали ранее в Краудноут. Перед каждым пополнением вам нужно предварительно отправлять необходимые для пополнения дэш на этот адрес самому себе. После этого вставляем адрес для пополнения, который был ранее скопирован с Краудноут, и отправляем в дэш. Через пару секунд дэш уже на балансе Краудноут. Теперь можно приступать непосредственно к Trustless стейкингу. Переходим на вкладку «Trustless». Сверху вынесена основная информация о стейкинге. А чуть ниже мы видим важную шкалу. Она показывает, как много уже добавлено в Trustless мастерноду, и сколько дэш еще осталось. Когда вы будете стейкать в основной сети, люди будут постепенно заполнять эту шкалу. И как только она будет заполнена полностью, Краудноут запустит новую Trustless мастерноду. В тестовой сети активности почти нет, поэтому во время тренировки необходимо создать второй, аналогичный аккаунт, и параллельно выполнять действия с двух аккаунтов. Сначала нужно будет выбрать, сколько дэш вы хотите застейкать. Зверенами будут гореть доступные суммы на основе вашего баланса. Допустим, вы хотите застейкать 100 дэш. Нажимаем, после этого выбираем длительность стейкинга. Можно сказать, что вы выбираете желаемый минимальный период стейкинга. Он начинается после окончания сбора 1000 дэш для обеспечения мастерноды и ее запуска. Каждый участник общей мастерноды может вывести средства до истечения этого периода, но в этом случае он заплатит штрафы. Если период уже закончился, каждый может вывести свои дэш без штрафа. Теперь нужно предоставить свой публичный ключ. Сгенерировать его нужно будет в Dash Core, с помощью команды, которую можно скопировать здесь. Переключаемся на кошелек, нажимаем «Окна», потом «Консоль». Попав в нее, первым делом удостоверимся, что мы в консоли нужного кошелька, с которого мы и пополняли краудноут. После этого вставляем команду и нажимаем «Enter». Копируем полученный адрес и пишем новую команду «Get Address Info». И после нее добавляем скопированный адрес. Нажимаем «Enter». Получаем информацию об адресе и копируем публичный ключ. Возвращаемся в краудноут и вставляем его в нужное поле. Сохраняем, ждем проверки пару минут. Обдавляем страницу и видим, что адрес проверен, и он валидный. Теперь тестово подпишем к сообщениям. Копируем и идем в консоль Dash Core, вставляем и нажимаем «Enter». Если у вас зашифрован кошелек, то он может запросить пароль. Ответа Dash Core копируем и вставляем на сайт. Но я сразу покажу другой способ, который не требует ввода пароля каждый раз. Выходим на главное меню. Нажимаем «Файл», «Подписать сообщение». Для удобства сначала вставим скопированную скроудноут команду. Потом вырежем адрес, вставим его в поле выше. А в поле оставим непосредственно текст. Уберем все лишнее и нажмем «Подписать». Получим подпись, скопируем ее и вставим в поле на сайте. И запустим валидацию. Опять немного ждем и обновляем страницу. Видим, что она опять валидна, и переходим к следующим шагам. Если же у вас что-то не получилось, просто повторите шаги. Пролистав чуть ниже, видим, что теперь нам нужно подождать, пока другие участники проделают аналогичные действия. Как только пользователи сделают это, вам придет сообщение на почте, что пул средств для запуска Trustless Masternode сформирован. Теперь ждем. Каудноут выполняет различные внутренние процессы. Чуть позже придет еще одно сообщение, что теперь ваша очередь подписывать транзакции. Поэтому переходим к следующей статии. Сейчас нужно будет заранее подписать различные транзакции, необходимые для Trustless Masternode. С правой стороны будет кнопка, после нажатия на которую мы непосредственно подписываем транзакции. Однако левее есть другая кнопка. Можно нажать на нее скопировать команду и выполнить в Dash Core. Тут мы увидим все данные о транзакции и сможем проверить, что мы вообще подписываем. Но я не буду углубляться в это на видео, подробная информация доступна в статье, ссылка на которую в описании. Подпишем сначала транзакцию обычного возврата средств. Скопируем большую команду, вставим в поле ниже. Потом скопируем маленькую команду и выполним ее в консоли. Ответ скопируем и аккуратно заменим Insert Privkey for Address here на скопированный приватный ключ. Скопируем то, что получилось и выполним в консоли. Копируем ответ и вставляем в поле на сайте и нажимаем валидировать. Теперь делаем полностью аналогичные шаги с экстренной транзакцией и опять же нажимаем валидировать. После этого выполняем такие же шаги для другой экстренной транзакции. Ждем валидации всех подписанных транзакций. Если у вас будет снова доступна кнопка для подписания, это означает, что нужно еще раз подписывать транзакцию, поскольку вы допустили какую-то ошибку при подписании. Теперь мы видим две транзакции, которые нужно транслировать, чтобы вернуть свои средства. Слева транзакция, которая позволит вам выполнить возврат своих стресс до окончания периода стейкинга. Правая – после окончания, уже без штрафа. Настоятельно рекомендуется скачать и сохранить обе из них. Теперь финальное подписание. Копируем и идем в Dash Core. И подписываем. Подпись копируем, вставляем на сайт и ждем валидации. Давайте подробнее поговорим о том, как вывести свои Dash. Для этого можно, например, воспользоваться или блокчейн-эксплорером, или транслировать с помощью команды через Dash Core. Переходим, допустим, на блокчейн. Вставляем одну из сохраненных транзакций для вывода. Выбираем сеть Dash и нажимаем транслировать. На данный момент все шаги, которые нужно сделать с нашей стороны, уже выполнены. Теперь ожидаем, пока все участники групповой мастерноты сделают то же самое. После того, как все пользователи доделывают подписание, то вам придет сообщение на почту об этом. Также чуть позже придет сообщение о том, что Trustless Masternode запущено. На этом может уйти и целый день, поскольку этим занимаются работники краудноут вручную. Ну вот и все. Поздравляю. Вы справились, и теперь стейкайте свой Dash не кастодиально. Вы можете еще раз перейти на вкладку Trustless и посмотреть выполненные шаги. Или же еще раз добавить средства в Trustless Staking. И конечно не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, чтобы быть в курсе о новых видео, рассказывающих самое интересное о Dash.